Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 7 марта 2024 года, четверг для этой программы. Это последний выпуск на этой неделе. Поэтому вернемся к нашим обычным темам. Добавится только Китай сегодня. Мы не так часто про Китай, в принципе, говорим, потому что много было раньше сказано, когда-то. Значит, по порядку. Во-первых, коллапс переговоров в Каире. И до воскресенья переговоров больше не будет. А воскресенье вечером начинается Рамадан. Поэтому, ну, в общем, все исходящее, почему так произошло. На самом деле, что стоит причиной коллапса переговоров. Позиция лидершип Хамаса. По этому вопросу позиция Катара. Короче, все это проговорим, я думаю. А потом израильская, естественная позиция, американская. Ну, все это проговорить надо. Потом мы перейдем к плану Байдена, который сегодня будет, скорее всего, озвучен в State of the Union Address. В выступлении перед обеими палатами Конгресса США в предвыборный год. Коснемся этого момента, в принципе, этой речи, которую сегодня вся Америка будет смотреть по всем каналам центральным. И, соответственно, там будет план его относительно озвучен. Построить пирс, да, построить такой импровизорный быстрый такой мейкап-порт около газа для того, чтобы, я так понимаю, около центральной, северно-центральной части для того, чтобы туда гуманитарную помощь там разгружать. Так безопаснее и лучше. Вот так думает администрация. Поговорим об этом. Ну, и в конце выступает большая полуторачасовая пресс-конференция министра иностранных дел Китая Иуан И, в которой он, конечно, дал серьезные послания Западу. Высказал свои все претензии, как обычно, в общем, которые небезосновательны, кстати. Вот, поговорим об этом. И на этом, я думаю, программу мы завершим. Надеюсь, что все удастся успеть, потому что важно, как бы, и не хотелось бы ничего переносить. Венесуэла принесется на следующую неделю, она никуда, как бы, от нас не уйдет. Все равно выборы назначены на 28 июля, поэтому, как бы, и до апреля есть еще время, когда, по идее, санкции должны быть восстановлены против Венесуэлы, если они пойдут с этим планом дальше. Но об этом будем говорить уже на следующей неделе. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, этот раунд переговоров закончился ничем. Причем закончился он ничем. Я-то по незнанию своему думал, что на самом деле Политбюро Хамаса выступало инициатором ужесточения требований. Оказалось, нет, ребят. Выяснилось, что, как сообщает Волстый Джонова, инициатором всей истории с ужесточением требований Хамаса, в частности, в эти требования был включен момент, что Израиль должен быть открыт в дискуссии о постоянном прекращении огня, например, да, что Израиль должен пустить резидентов южной части сектора и беженцев с южной части сектора назад на север, и что количество обмен должен быть намного более... что обмен должен быть с лучшими условиями для хамасовской стороны, да, то есть больше заключенных должно быть выпущено, да, все вот эти требования, и война как бы должна быть совсем закончена, что самое главное, да, то есть чтобы Израиль начал обсуждать непосредственно вопрос постоянного полного прекращения огня и полного тотального ухода из сектора военными. Инициатором всего этого был никто иной, как Ихья Сенвар, который вступил в конфликт сейчас с политическим руководством Хамаса, в данном случае Исмаилом Хане, который эти переговоры проводит в Каире, и в Париже, в Каире, короче, везде, потому что он из Дохи путешествует туда, Ихья Сенвар дал инструкции переговорщикам из ГАЗа, которые находились в Каире тоже, да, для того чтобы... хамасским переговорщикам, для того чтобы требования были ужесточены, естественно, на это Израиль не пошел, не может пойти, именно по этой причине, на самом деле, Израиль не посылал делегацию на последний раунд, который сегодня завершился ничем, делегация была в ГАЗу для дальнейших консультаций, хамасская делегация, ну и, соответственно, консультации должны пройти так же, я так понимаю, между Сенваром и Смаилом Хане, видимо, по каким-то у них есть отдельные каналы связи специальные, а это то, что касается технической стороны вопроса, значит, почему Ихья Сенвар пошел на это ужесточение позиции, потому что он считает, по-первых, что давление мировое, особенно в частности американское, он тоже слышал выступление Камалы Харрис, которое потребовало немедленного прекращения огня на 6 недель, это первая, значит, причина, вторая причина, это внутренний раздрай внутриизраильского военного кабинета, который он тоже, как один из источников своей силы сейчас перечисляет, и общее мировое давление, приближающийся Рамадан, и также, естественно, он рассчитывает на то, кстати же, что прозвучало уже устами Асамы Хамдана, и вчера, если не ошибаюсь, на его пресс-конференции в Бейруте, где он сказал, что мы призываем всех, всю палестинскую нацию, короче, с начала Рамадана, выйти на войну против Израиля, и чтобы поле боя было везде, и в Иудее, и в Самарии, ну, они это называют западным берегом, да, от Рамала до Аляксы, до Иерусалима, чтобы везде, как бы, началось давление на Израиль со стороны всего остального палестинского населения, общее, как бы, давление, то есть война по всем фронтам, короче. Ну, опять же, естественно, он усилен пониманием того, что Хизбауа не прекращает свои атаки, эскалация достигает уже точки кипения, уже вот об этом нам сказал, всем нам сказал министр обороны Израиля Юав Галан, что, как бы, точка достаточно опасная сейчас, за ней уже, как бы, полномасштабная война. И действиями хуситов тоже, да. Вот, значит, эти основные факторы. Американское давление. То есть он считает, что сейчас Хамас находится в выгодном положении. Опять же, все, что я сказал перед этим, остается в силе, все это, естественно, важно. То, что сам факт того, что он считает, в данном случае, их Ясенвар и Хамас, которые, командиры Хамаса, которые находятся непосредственно сейчас в Газе, то, что они считают, что они могут себе позволить ужесточать свои требования и выдвигать требования, просто показывает, насколько тяжело дается Израилю какое-либо продвижение вперед в самом секторе. Продвижение вперед в смысле в сторону победы. Да, это тяжело. Не идет так быстро, как хотелось бы всем, кто на израильской стороне, я имею в виду, да. И, соответственно, этот недостаточно быстрый успех в военных действиях, потому что потери желательно все-таки минимизировать, как я понимаю, для израильского командования, не только и для нации. И, исходя из этого, операция идет таким образом, чтобы эти потери минимизировать. Война идет таким образом. И это долгая история. Да, в долгой истории, как бы, враг тоже привлекает к тому, что война ведется определенным способом, определенными... И он адаптируется так или иначе. И вот это все вместе. И, видимо, так в моем, мое скромное понимание подсказывает мне, что какой-то еще есть канал, по которому Хамас получает боеприпасы, в газе там и вооружение. И, видимо, это какие-то еще продолжающиеся, продолжающие функционировать туннели. Наверняка в Рафахе, потому что другого варианта я никак не вижу. Для того, чтобы продолжать боевые действия, надо иметь боеприпасы. Нельзя без боеприпасов стрелять. Правда ведь? Значит, если за все это... И не может быть такого, чтобы их запасов было достаточное количество, чтобы пять месяцев подряд, без их пополнения, вести такие ожесточенные боевые с Израилем действия. Вот. Поэтому мне представляется, что какие-то каналы все-таки продолжают работать. Это тоже одна из причин, по которым заход в Рафах необходим. Теперь. Значит, это не конец всему, не конец всем переговорам. В воскресенье переговоры возобновятся. Опять, скорее всего, без участия израильской стороны тоже, потому как требования Израиля не были удовлетворены. В частности, не был представлен полный список живых заложников, на котором Израиль настаивает, потому что если вы планируете делать, совершать обмен, то для начала надо бы хотя бы знать, кто присутствует. Да, и это Хамас отказывается сделать, по факту. И, соответственно, затрудняет такой подход, затрудняет любую сделку. И это... Ну, да, там еще некоторые были требования, что все освобожденные, палестинские заключенные, не попадают ни в Газу, ни в Иудею, в Самарию должны, особенно высокопоставленные, должны ехать сначала в Катар. Вот. Значит, теперь Хамас тоже сталкивается с давлением, боевое крыло. Вот уже Катар официально предупредил политическое руководство Хамас, что если они не пойдут на уступки и не заключат эту сделку, не заключат эту сделку, то руководство Хамаса может быть изгнано из Дохи. Это, кстати, очень серьезный уровень давления от Катара, ну, потому что Катар заинтересован в немедленно прекращении военных действий, без сомнения, и так же, как США, будут добиваться этого всеми возможными способами. То есть, опять же, несмотря на то, что Катар традиционно открыт для диалога со всеми сторонами в этом конфликте, да, тем не менее, и идеологически, конечно, Катар всегда поддерживал парадигму братья-мусульман на Ближнем Востоке, от кои, естественно, Хамас является порождением этой парадигмы тоже. Единственное, его отличие от традиционных, как бы, ну, до того, как, до 7 октября, по крайней мере, да, единственное, как бы, его до 7 октября, да, с этого момента он, как бы, стал с ИГИЛом на одну сторону, фактически, да, но до 7 октября он, как бы, идеологически был, фактически, ну, просто братья-мусульмане, и раз так, и отличие его было только в том, что, если братья-мусульмане, страны, в которых они действуют, они не являются национально-освободительными движениями, да, являются просто выражением определенной идеологии внутри стран, в которых они существуют, функционируют, то здесь еще, как бы, накладывается сама по себе специфика израильско-арабского конфликта, вот, и это отличие, да, то есть, там, тут они еще, как бы, и вот, террористическая организация, которая в их нервной себе является национально-освободительным движением, причем, единственным, таким мощным, на Палестинской улице сегодня, который, вот, открыто военной силой противостоит Израилю с теми возможностями, которые у нее есть, и сам Кеджиха значительно меньше, хотя он тоже, как бы, находится в открытом противостоянии. Теперь, что это означает на практике, да, подобная ситуация вся, она означает на практике, что Израиль должен, потому что, Натани Ягу, опять же, вчера уже говорил, еще раз, несколько раз говорил, что операция Европахи неминуема с перемирием, то есть, после него или до, если оно не будет заключено, да, и, соответственно, у Израиля не остается выхода, да, все сидят на таких высоких деревьях сейчас уже, что спустить с этого дерева Натани Ягу не может себе позволить никак, но, опять же, отказ от операции Европахи означает поражение в войне, что Натани Ягу, кстати, вчера и озвучил, и также все те, кто требует немедленного прекращения огня, безусловного, да, сейчас, имея, видимо, в виду Камалу Харрис, хотя Камала Харрис в своем выступлении сказала также о том, что Хамас обязан принять сделку, Хамас, да, и также должен увеличить количество гуманитарной помощи, о которой мы чуть позже поговорим, в сектор, без каких-либо экскьюзов, да, без каких-либо оправданий, почему это нельзя сделать, но это немножко странно, потому как главные экскьюзы, в данном случае, говоря языком Камала Харрис, это, на самом деле, важный вопрос израильской безопасности, потому что любая гуманитарная помощь, которая попадает в руки Хамаса, на самом деле поддерживает врага, которого задача уничтожения, да, задача Израиля уничтожить Хамас, и раз так, любая помощь в виде еды, воды, да, и медикаментов в этой структуре, она помогает Хамасу продолжать сопротивление, и это есть угроза национальной безопасности, которая продолжается, и элементы потенциального поражения тогда в войне. Поэтому, естественно, Израиль не может позволить попаданию этих именов, это одна из главных причин, почему Израиль отказывается открывать дополнительные переходы на границе с Газой, на чем настаивает администрация Байдена, потому что открытие этих переходов будет означать, что больше гуманитарной помощи туда пойдет, в те места, где Хамас еще присутствует, вот, и обеспечить, быть уверенным в том, что эта помощь не попадет Хамасу, это задача Израиля, и если такой уверенности нет, то подобные вещи Израиль не может сам себе устраивать, правильно? Ну, с точки зрения Израиля, опять же. Теперь, чуть позже гуманитарной помощи, значит, говоря о причинах, дальше, также, все то, что было сделано в плане военных действий, может быть, полностью нивелировано, если открыть большой части палестинцев, которые убежали, по инструкции Цахала, с севера на юг, открыть путь назад, на север, на чем настаивает, опять же, Ихья Синвар, причина этого понятна, меньше всего Ихья Синвар сейчас заботится о гражданских, ему нахрен наплевать абсолютно, если бы ему было не наплевать, уже бы сделка была бы заключена на американских условиях, и ему наплевать на это, его задача, чтобы большее количество людей боеспособного возраста палестинцев пришло туда к нему, потому что, открыв дорогу для них, это означает, значит, что они туда все пойдут, а Израиль, естественно, это не устраивает, поэтому Израиль категорически отказывается, пока в центре и на севере вся зачистка не закончена, впускать туда-назад тех беженцев, которые ушли, да, палестинское население, которое оттуда ушло, вот эти сотни тысяч людей, миллион, может быть, человек, да, с севера и с центра, которые перешли на юг, и это как бы понятный момент с точки зрения логики ведения войны, и Израиль не может на это пойти, это тоже одно из требований Хамаса, опять же, Израиль во главу угла здесь ставит военные цели и задачи, которые перед страной стоят сейчас, Израиль не может себе позволить проиграть эту войну, о чем это Натаниагу, что Натаниагу вчера опять повторил, и то, что Камала Харрис продолжает, настаивала на этом, означает, как сказал Натаниагу, фактически, не называя Камала Харрис по имени, да, он говорит, что те, кто требует немедленно, безусловно, прекращения огня, требуют от нас немедленно проиграть войну, и это, в принципе, достаточно простое логическое умозаключение, которое прямое, да, тут не надо особо быть искусным в логике, и это не ракет-сайенс, да, это не ракетная наука, все очень просто, если Израиль сейчас перестает стрелять, безусловно, без кондиции каких-либо, да, и на шесть недель просто, да, не добившись тех задач, которые должны перед таким, перед таким перемирием быть достигнуты, да, и в этом перемирии, в его условиях, то это поражение, поэтому израильный, это не может пойти, и теперь, значит, так, как все заявления были до этого сделаны, и все линии на песке уже были прочерчены, то теперь получается так, что если к воскресенье вечеру не будет достигнуто какое-то промежуточное соглашение, теоретические возможности к воскресенью есть, если Ханния заставит Синвара эти условия принять, что нельзя исключить, до воскресенья еще есть время, то Израиль уже в понедельник, по идее, должен начать массированное наступление на Рафах, там остается как минимум четыре батальона, по словам израильских, пресс-службы израильской армии, если это так, ну и опять же, план, который был представлен по тому, куда должны деться миллион четыреста тысяч человек оттуда гражданских, опять же, берем это в кавычки, мы не знаем, сколько там на самом деле гражданских, но очевидно, да, там огромное количество женщин и детей, этот план должен быть тогда запущен в действие, я про этот план рассказывал, значит, большая, я не знаю, построен ли уже этот лагерь, в бывшем Гушкатифе, там, на берегу Средиземного моря, на юго-западе сектора северня, северо-западнее, Рафаха самого, на 15 лагерей, по 25 тысяч палаток в каждом, больших палаток этих казарменного плана, да, это первый момент, если это уже готово, об этом тишина пока, и закончил ли Египет со своей стороны, на границе, строить бетонный вот этот куб, ну не куб, простите, бетонный этот, прямоугольник огромный, там, по-моему, 15 квадратных миль, там, у него, внутри него место, для того, чтобы несколько десятков тысяч человек могли, в случае, если они побегут все-таки в сторону Египта, чтобы их можно было там принять, вот, и опять же, моменты, Израиль должен зайти, перекрыть границу между Египтом, между Египтом и Газой, он должен ее, если контролировать, это опять же, должно отменить все возможные дороги, туннельные, которые есть между, еще функционируют, это, в принципе, тоже должно быть сделано, ну и мы все даже не можем представить, что в итоге начнется, потому что это, как бы, момент истины в этой войне, один из нескольких, но очень важный, да, взять под контроль Рафаха, разрушить, как бы, всю военную инфраструктуру Хамаса в Рафахе, и каким-то образом сделать так, чтобы большое количество гражданских при этом не погибло, это очень серьезная задача, которая, по-моему, не решалась еще никогда в истории, мы увидим, как будет твориться тогда история, опять же, это может все закончить, на самом деле, очень печально, я имею в виду в том плане, что большое количество гражданских погибнет намного больше, чем Соединенные Штаты, например, готовы были бы выносить, они, в принципе, уже, эта цифра в 30 тысяч, да, она их, это официальная цифра в 30 тысяч, на самом деле, их американскую администрацию не может держать в покое, вот они постоянно об этом говорят, давление оказывается постоянно, заметьте, Блинкен перестал ездить, приехал Бенни Ганс, но, опять же, Блинкен перестал контактировать с Натани Ягу, Байден перестал позвониться с Натани Ягу, это плохой, на самом деле, знак, значит, правды между ними нет сейчас вообще никакой нормальной коммуникации, вот, несмотря на то, что бы Байден там не говорил перед вылетом куда-либо на быстрый вопрос журналистов, который он отвечает, вот, поэтому, мы видим, что ситуация тяжелая, но Израилю выхода не будет, ему нужно будет это делать, и потенциально это может означать еще большее ухудшение отношений между Натани Ягу и Байденом в данной ситуации, то есть, соответственно, между США и Израилем. Приведет ли это, может ли это привести к каким-то санкциям, вряд ли, не сомневаюсь, с американской стороны, и сомневаюсь, что США готовы будут проголосовать за новый текст резолюции по немедленному прекращению огня Совбеза, но теоретически это может произойти, к этому нужно быть готовым. Сегодня, и дальше, как бы уже от Израиля будет зависеть, что он дальше будет делать. сегодня будет выступление президента перед обеими палатами Конгресса, где он представит план по созданию временного пирса, временного пирса в центральной части сектора, в морского уже есть договоренность компании, которая будет осуществлять непосредственно поставку гум-помощи на этот пирс. Авиация, то есть логистика примерно такая, значит, очень быстро Америка будет, его там, это военные будут возводить, Централком, Центральное командование, значит, они там должны будут очень быстро это сделать, это первое. Второе, все это, значит, на Катарские и Эмиратские деньги будет делаться, причем использоваться будут кипрские порты для отправки этой гуманитарной помощи на этот пирс, кстати, разговоры об этом уже с ноября велись, о том, чтобы вот такую доставку гум-помощи организовывать, но не было сильной поддержки у этих разговоров, сейчас она появилась. Вот, значит, будет, скорее всего, из Варнаки уходить грузы, они будут приходить на этот пирс и дальше есть договоренность, и она в процессе проработки с уоновскими специалистами, как там безопасно дальше с этого пирса в Газе эту гум-помощь доставлять. Израиль должен будет иметь контроль над тем, что там, естественно, и отвечать за то, чтобы она не попала Хамасу, да, и те, кто будут этим заниматься, компания Фокбоу, есть такая компания, очень интересная, которая на самом деле состоит из бывших американских политиков, официальных лиц Пентагона, официальных американских политиков, которые работали в организации объемных наций, короче, такая лоббистко-консалтинговая фирма, Фокбоу называется, да, которая будет Фокбоу, как правильно перевести, туманный лук, да, туманная, радуга в тумане, не знаю, как правильно это перевести, короче, ну, не знаю, интересное название, интересная компания, состоит, короче, из профессионалов, которые сейчас просто, видимо, занимаются всякими разными штуками, иногда вот возникают такие компании, когда большое количество людей, имеющих очень хорошие и добрые отношения, приятельские, и даже дружеские, уходят из активной, как бы, политической жизни, они создают подобные вещи, и это помогает им зарабатывать попутно, да, и решать некоторые вопросы через личные связи, которые по-простому не решаются, вот, давайте в мягкое это поставим, так, в Америке же коррупция, она легальна, мы понимаем, да, она называется лоббистская деятельность, но это касается многих вещей, не обязательно на прямую лоббистских, ну, короче, вопрос не что вы знаете, а кого вы знаете, как вы понимаем, как мы понимаем, вот, это такие компании в разных странах мира существуют, из бывших официальных лиц высокого уровня, которые знают, как работает система, короче, вот такая компания Фокбол будет заниматься непосредственно логистикой в основном всего этого, катарские, опять же, эмирадские деньги, я уже сказал, суда, которые, вот, Катар только что утвердил использование коммерческих кораблей для этой цели, и ресурсы выделил, для этого, в общем, по идее, это должно сильно облегчить поставку гумпомощи в газу, в центральную и северную часть, вот, по последним данным, уже больше дюжины детей в северной части сектора умерло от голода и жажды, и каждый раз, когда это происходит, понятно, что медиа уделяют этому очень много внимания, я говорю сейчас, медиа не только арабские, не только Аль-Джазира, Аль-Арабия, но и также, естественно, СНН, все медиа, которые известны, как бы, своим либеральным подходом в данном случае, ну и в принципе, это большая трагедия, понятно, когда дети в 21 веке умирают от голода и жажды, поэтому здесь, конечно, все нужно сделать для того, чтобы в газе мирные жители, чтобы снизить, чтобы, насколько это возможно, снизить уровень страдания мирного населения, да, которое оказывается заложником всей этой ситуации, в либеральном неративе, ну а в реалистском неративе, как бы, они, на самом деле, все эти годы, сколько, с 2006-2007 года под Хамасом они провели сколько времени? Достаточно долго, да, они провели под Хамасом очень много времени, и не то, чтобы они были сильно раздосадованы и показывали, что они не очень довольны тем, что Хамасами там правят, более того, 7 октября многие из этих людей выходили на улицы и праздновали то, что произошло, надо об этом тоже помнить, и все время, как бы, держать-то перед глазами эти картинки, празднования в секторе газа того, что сотворили эти обезьяны, когда пришли 7 числа через границу сектора, вышли и устроили то, что устроили, да, этот набег. В общем и целом, что тут сказать, ребят, все это показывает, еще раз повторю, да, то, что так операция затягивается, такое давление возрастает, и требования Хамаса, который, по идее, после таких потерь, и после того, как почти две трети сектора не находятся под его контролем, должен был бы, наверное, просить просто перемирия, правда ведь, а не требовать каких-то вещей, мы видим, что раз так, не происходит, а происходит как раз обратное, он требует, он не просит, это его требования, да, и он как бы готов продолжать и наблюдать за страданием, значит, он не так уж себя плохо чувствует, и расчет его, на самом деле, в данном случае, Хисенвара, он имеет под собой определенные основания, опять же, особый привет израильскому военному кабинету, который даже перед лицом подобного, и понимая, как стратегически важно, сохранять хотя бы на видимость единства, да, внутри себя, позволяет на публике демонстрировать раздрай, это тоже, на самом деле, является очень большим фейлер, да, очень большим пробоем, за который, опять же, несут ответственность все-все-все, кто в этом участвует, вот что хотелось бы еще добавить к тому, что уже сказано. Бутик-политик, сказал, как обрезал. Добро пожаловать, Бутик-политик, часть 2, я с вами Кирилл Задов, сегодня 7 марта 2024 года, четверг, обещал вам пресс-конференцию, Уан И, министр основных дел, ветерана китайской дипломатии, кстати, который уже был министром с 13 по 22, потом ненадолго зашел другой человек, которого Куанг, которого потом сняли за там, как обычно, виновата женщина и опасения национальной безопасности, что он мог раскрыть там секреты, или, может быть, халат, похалат на себя, может быть, и умышленно, короче, тишина вообще, человек пропал, и Ван И вернулся на пост, он, кстати, вернулся на пост не с простой позиции, а он действует членом политбюро, стендинг, да, это называется в Китае, стоящий член политбюро, не кандидат члена уже, вот, и он, в принципе, в политбюро вообще занимался всем курированием всей внешней политики Китая, и пришлось ему, как бы, закрыть с собой эту амбразуру, не то, что не готовится новое назначение, потому что, все-таки, ему уже по статусу не очень-то нужно этим всем заниматься, все-таки, день от дня работает тяжелое дело, но, на этом съезде парламента китайского, так его проще всего назвать, чтобы мы понимали, собрание народных депутатов, допустим, скажем, который идет вот на полях, он дал полуторачасовую конференцию, досталось, ребят, всем, кроме России, кстати, в этом выступлении четко видно, как мир на самом деле разделился на два, те страны, которые называют себя более либерально-демократическими, с одной стороны, и Россия, Китай, и все, кто с ними, с другой стороны, вот, и это из этого выступления видно, он, конечно, досталось и Европе, Западу вообще, в принципе, но Америке, конечно, досталось больше всего, хотя, сравниваясь с выступлением года назад предыдущего министра странных дел Китая, угроз конфликта не называлось прямого, да, между США и Китаем, и опять же было сказано, давайте сначала с Европы, да, по Европе он сказал такую вещь, наши отношения, как бы, с Европой западной сейчас, такие, как бы, представьте себе, что вы в машине, да, и идет трафик, вы двигаетесь, вы подъезжаете к светофору, а на светофоре горят все три сигнала, и красный, и желтый, и зеленый, как можно ехать, с одной стороны, Европа называет Китай партнером, с другой стороны, она называет его компетитором, то есть с кем ты соревнуешься, и райвал, то есть противника, да, как это одновременно можно исполнять всю эту штуку, это невозможно, водитель не будет знать, куда ехать, как ехать, как продолжать движение, вот, это главная его претензия, опять же, потому что Европа здесь под американским же давлением, Германия бы никогда не пошла на то, что она пошла, да, в ограничении всякого экспорта в Китай, опять же, полупроводников и всего остального, да, она бы не пошла, если не американское давление, а американское давление мы понимаем, как бы, да, и тут дальше досталось уже США, конечно, не так, как раньше, доставалось, но досталось все равно, да, во-первых, потому что главный момент, да, естественно, Китай очень беспокоит, те ограничения, которые Америка вводит на импорт в Китай, на импорт Китаем полупроводников последнего пятого поколения, и он сказал, как бы правильную вещь, говорит, смотрите, если вы, если вы хотите, чтобы весь high-end, да, то есть высокий уровень технологии в нашем, в сопловчении, да, в производстве, оставался все время у вас, а у нас все время низкий конец этого, да, то есть, ну, там просто как рабочую силу нас используют, то где же тогда честное соревнование, его нет, ну, как бы, в реализме понятно и ничего подобного и нет, да, причем тут честное соревнование, тут главная гегемония, как бы, и кто, да, то есть, как бы, и самое интересное, что выглядело, звучало так, как будто он сам не понимает, что дело же не в честном соревновании, все, он понимает, это просто как бы послание такое, теперь следующий момент, он говорит, что, ребят, вы, вы похожи на паранойную суперпаууру, как только вы слышите его слово Китай, вы начинаете напрягаться, на самом деле вы в себе ищите проблемы, говорит он американцам нам, да, он говорит, вы в себе ищите проблемы, потому что если вы в итоге будете стараться нас подавить, то в итоге вы сами пострадаете, что, кстати, понятно, потому как огромная часть американских компаний, продолжают работать в Китае. Ну и, кстати, китайцы уже с 22-го года, когда они полгода понаблюдали войну в Украине и последствия, которые для России эта война имеет в точке времени западных санкций, они приняли директиву, которая называется «Директива 79», которую даже запрещено копировать. Уже с сентября 22-го года эта директива по всем китайским бизнесам, которые связаны с государством, была распространена, то есть их ознакомили владельцам. Директива очень простая. Все, что американское там есть внутри технологии, технологическое, да, все, что американское, должно быть заменено альтернативами домашними, да, domestic production, то есть все, что должно это быть произведено в Китае. Настолько секретная и важная была эта директива уже в сентябре 22-го года, что ее не давали даже копировать, да, только показывали. И сейчас это было еще усиленно, директивы 9-й, по-моему, это уже там называется. Короче, на языке китайских чиновников она называется «Delete A», да, «Сотрите Америку». Да, вот это как бы момент, который уже действует, естественно, и это плохой знак для американской технологической компании, для их бизнеса, в принципе, в Китае вообще. Вот. Я еще удивился, как Китаю дали купить Вольво, как китайской компании. Уилле, по-моему, купила, да, как называется, я не знаю, эта компания, которая купила Вольво. Потому что приобретение автомобиля Вольво, например, концерна, да, дает Китаю доступ к производству автомобилей на очень высоком уже технологическом уровне. Вот. Когда-то, когда, напомню, Дерипаска пытался купить «Опель АГ», который был частью «Дженерал Моторс», Америка не дала этому произойти, да, категорически сказала нет, чтобы у России не оказалось, просто напоминаю вам историю, чтобы у России не оказалось технологии, да, которая, в принципе, может быть конкурентоспособна в мире. А в плане, в случае с Китаем как раз, это им китайцам удалось сделать. Не помню, когда Китай купил Вольво, но это не так давно произошло, на самом деле. Вот. Поэтому тут все-таки есть разница. Ну и опять же, очень много понятно, что встреча же Байдена в ноябре в Калифорнии, Байдена и Си, она дава толчок большому количеству разных процессов между китайскими чиновниками и чиновниками американскими, для того, чтобы контакты возобновились, и контакты между Министерством обороны возобновились, что тоже немаловажно. То есть процесс идет, но очень медленно, но он идет, поэтому Ван И был более сдержан, чем его предшественник год назад. Да, но тем не менее досталось, конечно, всем, потому что, ну, надо же как-то выйти на лучшие результаты в сотрудничестве, считает Ван И, а этого не происходит, потому что американск понимает Китай как угрозу. Но он тоже тут такую невинность играет, в принципе, же он должен понимать, что все же видят, что Китай на самом деле пытается расширяться в военном отношении тоже. Военный бюджет Китая увеличивается, попытки договориться о создании морских военных баз обсуждаются и вызывают серьезное противодействие американской стороны. Опять же, реализм уже никто не отменял. Не важно, что ты рассказываешь, не важно, о чем ты думаешь, мы этого не можем знать. И мы не должны обращать внимание на то, что ты рассказываешь, главное, каковы твои возможности. И с появлением таких баз на Атлантическом побережье, африканском, возможности Китай военные будут увеличены. А этот, естественно, является тревожным сигналом для США тоже. И об этом надо не забывать. Слова словами, а действия и возможности действиями. И на этом, друзья, ваш покорный слуга на выходные из программы «Бутик-политик» отклонывается. Большое спасибо, что были со мной. До встречи в понедельник в этой программе.